Приветствую всех зрителей и особенно подписчиков, это канал Максимум. Хочу поделиться с вами двумя событиями, которые привлекли мое особое внимание. Уверен, что и вас они зацепили и своим отношением к ним вы поделитесь в комментах под этим роликом. Итак, судя по всему, создание Народного Совета Трудящихся Города Петропавловск откладывается на 10 лет, по крайней мере с этими организаторами. Сегодня в прокуратуре РК сообщили, что арестованы трое подозреваемых по делу. И, натурально, Казахстан вздрогнул от инициативы властей и ждет наплыва китайцев в страну. Натурально так вздрогнул, что в МИДе нашей республики поспешили ответить на опасения граждан о грозящей, пока в кавычках, людской экспансии от многомиллиардного соседа. Ключевое. Арестованы трое подозреваемых по делу о Народном Совете Трудящихся в Петропавловске. В прокуратуре сообщили, что их действия квалифицированы по двум статьям. Пропаганда и публичные призывы к нарушению унитарности и целостности страны. Пропаганда подрыва безопасности государства. Задержанным грозит срок до 10 лет. Напомню, в соцсетях появился ролик с людьми, которые заявили о создании Народного Совета Трудящихся в городе Петропавловск. Обведения в сепаратизме они категорически отвергают. Напомню, что в начале проходила информация, что в Североказахстанской области начато расследование по статье «Пропаганда сепаратизма в группе лиц с использованием СМИ». Департамент КНБ по Североказахстанской области начал досудебное расследование по факту размещения в соцсетях видеоролика о создании Народного Совета Трудящихся в городе Петропавловск, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. Расследование идет по статье «Пропаганда сепаратизма в группе лиц с использованием СМИ». Иная информация о разглашении не подлежит. Ход расследования контролирует Генеральная прокуратура. Накануне стало известно, что Казахстан вводит своеобразный безвизовый режим с Китаем. Уже опубликовано постановление правительства о соответствующем соглашении. Согласно ему, казахстанцы смогут находиться в Китае не более 30 дней с момента пересечения границы, суммарно 90 дней в течение полугода. Отмечается, что документ был подписан в рамках визита главы МИД в Китай в мае 2023 года. И без данного соглашения граждане КНР уже имеют право без визы находиться в Казахстане с июня 2022 года. Они имеют право находиться без визы 14 дней, пояснил официальный представитель МИД РК Айбекс Мадияров. Аргументы о возможном оседании китайских граждан у нас в Казахстане не имеют никакой основы. Такого огромного потока китайцев, который забирает наши рабочие места, не наблюдается, особо отметил дипломат. После введения безвизового режима с Китаем в Казахстан хлынду китайцы, в МИД Казахстана ответили на такие опасения. Тот же представитель Министерства Айбекс Мадияров отметил, что у них была такая возможность, у них у китайцев, еще в прошлом году, как отменили требования, но ожидаемого потока и захвата рабочих мест не наблюдалось. Предлагаю вместе послушать, что по теме заявил чиновник. При этом обращаем внимание, что граждане КНР уже имеют право находиться в Казахстане без визы с июня 2022 года. Они имеют право находиться 14 дней. То есть вы видите, такого огромного потока китайцев, которые забирают наши рабочие места, здесь проживают, не наблюдаются. Согласно условиям проекта соглашения, граждане КНР будут освобождены от визовых требований в целях осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей. Важно отметить, что иностранным гражданам, в том числе гражданам Китая, запрещается осуществление трудовой или иной оплачиваемой деятельности в рамках данного безвизового режима. На последнее замечание особо стоит обратить внимание, я думаю. К слову, Китай находится на седьмом месте по уровню валовых прямых инвестиций в Казахстан. Это 1,4 миллиарда доллара США только за прошлый год. В истории китайско-казахского безвиза привлекает внимание то, что такая же история безвиза с Вьетнамом не вызывает каких-либо опасений. Казахстан и Вьетнам тоже планируют установить безвизовый режим. Сейчас стороны договорились о подписании межправительственного соглашения об облегчении визового режима для владельцев общегражданских паспортов обеих стран. Но, судя по всему, потенциальный наплыв теперь уже вьетнамцев в Казахстан как угроза не рассматривается и никого не беспокоит. Вот, собственно, на сегодня пока все, чем хотел с Вами поделиться. Вашу реакцию по озвученным темам и не только жду в комментах под этим роликом. С Вас так необходим лайк, подписка и колокольчик. Очень нужны нашему каналу и донат нашей работе. Реквизиты сейчас на экране и в описании ролика. Напомню, что у нас есть новый, второй YouTube-канал, который называется «Максимум Казахстан Плюс». Ссылка на него также в описании. Присоединяйтесь к подписке и к нему. Там скоро выйдет новое видео. Не пропустите. В конце еще напомню, свой телеграм-канал, который называется «Максимум Интерес». QR-код сейчас на Ваших экранах и ссылка все там же, в описании ролика. Присоединяйтесь. Еще больше новостей, событий, реакций и прочей нескучной информации. Все. Спасибо. Будем на связи. И помните, не все так просто. Все гораздо проще. Присоединяйтесь.